Простой серо-зеленый забор в прошлом, в настоящем расписанный красками и изречениями. Арт-объект украсил один из домов Левобережного Тутаева. Романовская сторона, это купеческая сторона, как бы город был изначально исторически здесь. Город Романов, он очень маленький, но здесь собралась такая, концентрат очень талантливых художников. Художников разноплановых, то есть есть ювелиры, есть художник изделий из кожи. Он делает и сумки, и какие-то там футляры. Это заборы, лишь часть фестиваля, романовские каникулы. По соседству выставка детских работ, которые вскоре могут стать эскизом для нового арт-объекта. И, возможно, не в Тутаеве. Это может стать в перспективе темой городов, входящих в Золотое кольцо. А на территории нашей области из 11,4 города, которые входят в этот знаменитый маршрут. Поэтому, возможно, в перспективе мы закольцуем все наши города посредством таких красивых расписных народных творческих заборов. Рядом с заборными эскизами картины из столицы. Их также делали юные художники. Техника – пастель. Материал очень податлив. Когда вы занимаетесь с большим количеством разновозрастной аудитории, то есть в применении, допустим, для маленьких деток она очень удобна. Но при этом она имеет совершенно колоссальные возможности как с точки зрения палитры, то есть у нее очень большая цветовая гамма, так и с точки зрения техники. Организаторы фестиваля – Союз женщин России, а также Тутаевский департамент культуры, туризма и молодежной политики. На будущий год хотят пригласить еще больше участников и сделать ярче еще одну часть Тутаева. Дмитрий Жданюк и Денис Ромашов. День в событиях. День в событиях.